Вот вы знаете, я всегда думал про это, но я считаю, что в СССР это же оттуда пошло. Я как бы зацепил все-таки в СССР в такие столовые, и модно было. Наверное, было модно. Это же не все было, эта ложка была обязательно смочиться в сливочном масле. И вот оставляя вот эти вот впадинки, скажем, волны, в волнах должно быть остаться немного сливочного масла, жидкого. И когда ты кушал это все дело, то есть, в принципе, в этом что-то было эротичное. Ну, обычно это в ресторанах, которые хотят доставить удовольствие для гурманов, которые хотят, в принципе, они больше радуют за вкус блюда, чем за количество съеденного. Если маленькое блюдо, обычно это дорогой продукт. То есть, фуаграм, гребешки, вот такие вот продукты, там, омары, там, ну, до 100 грамм все должно быть, потому что, во-первых, это уже, скажем так, как говорится, это пословица, что за много-то не здраво, да? То есть, и это все равно ты не будешь есть каждый день. То есть, это вечер какой-то месяца, когда можно позволить на большой тарелке съесть маленькое блюдо, вот за мои деньги. Потому что очень большие затраты. Ресторанный бизнес сам по себе очень затратный бизнес. То есть, накладные расходы. Салфеточки, борщицы, тряпочки моющие, санузлы. Постоянно, чтобы в ресторане, как бы, самое главное, чтобы все было чисто. Это очень важно. Пусть это будет недорогой ремонт, пусть это будет что-то простенькое, но если у вас очень чисто и приятно пахнет, то это не смутит ни одного гостя. В бывшем ПТУшнике, сейчас это техникум колледж, но да, как есть. В чем сложность? Новая, вот, например, даже паста или ризотто, приготовление фуа-гра. Ты можешь смотреть сколько хочешь видео, по весу записать соль, сахар. Ты никогда не узнаешь, как оно должно быть на самом деле. Чтобы это понять, надо где-то попробовать. Почему все едут обычно в Европу обучаться? Чтобы действительно попробовать, как оно должно быть на самом деле. Тяжело сравнить с презервативом, конечно. Но в любых случаях попандос. Если попал волос в салат, естественно, это попандос. Это повар попал на деньги, как минимум. То есть он оплатил это блюдо. И второе, естественно, это недовольный клиент, который может не вернуться. А это самое страшное. Да. То есть на стадии знакомства с супругой может быть. Да, ну и, естественно, конечно, на мероприятия. Все мероприятия мы забираем себе. По крайней мере, я забираю себе. Готовка гостей. Когда много гостей, я всегда все, жена у меня отдыхает, как гость. Ну, вообще, сейчас очень много заведений, где вообще сейчас принято на кухне стоять камеры. Обязательно. И за это есть штрафы. Но у меня пока такого нет. Но есть всегда место, где можно спрятаться. В принципе, вот я, например, дома не ем. Жене повезло, как говорится, да, супруге моей. На работу собирать с собойку не надо. То есть вставать с мужем не надо. Ну, это хорошо, согласитесь. То есть повара есть плюс. Вот. Но так как мы целый день пробуем что-то постоянно. Ты готовишь любой блюдо, рецепт, паста, ты все равно должен попробовать. Ну, невозможно соль на глаз насыпать. Знаете, как насыпь себе на кое-что поинтереснее. Но на глаз не насыпешь. Потому что, ну, все равно надо попробовать, как оно получилось на вкус. Вот эта привычка постоянно нести что-то в рот, она приносит удовольствие. То есть ты потом не замечаешь, что-то ты где-то что-то режешь и постоянно через раз. Но опять же, это неплохо, потому что то, что ты пробуешь, это хорошо. То есть ты не подашь, ты попробуешь огурец всегда, ты попробуешь морковку на вкус, какая она. Ну, это нормально. Ой, естественно, особенно в начале. Да и сейчас. Режешь пальцы обычно, когда пытаешься сделать три дела одновременно. То есть готовишь блюда, пробуешь второе, третье, все быстро, обычно в запару. Повар – это человек, который должен четко выполнять указания шеф-повара. Это, как шеф сказал, огурцы в компот. Огурцы в компот. Как зачастую бывает, это повар включает «а я подумал», вот это выражение, «а я думал так лучше», мне кажется, это хорошо. То есть, когда повар включает шеф-повар. Это, друзья, он-оф. Вот из задачи шеф-повара выключить эту кнопку. То есть приходит резкое понимание, и человек понимает, что он как бы должен выполнять четкие указания, как должно выглядеть блюдо и как оно должно быть на вкусе, а не как ему считается лучше. Очень просто все. То есть, если при этом не поступило никого-то косяка серьезного, то есть минимум он может заплатить за что-то. То есть это как наказание в том плане, что ты испортил продукт, будь добр, положи его на место. Но наказание копейка не всегда правильно. Сейчас, скажем так, эти деньги очень тяжело зарабатывают, совсем причем. И лучшее наказание – это вымыть пол, вывести в выходной день и сделать ему рабочий день. Это, я считаю, более гуманное. И человек так больше все-таки понимает, ты деньги забрал, и все, он там обиделся на тебя, вот меня наказали. А тут он вышел, отработал день и подумал в следующий раз, хочет ли он в выходной день выйти поработать.